Важно отстирывать загрязнение с изнанки, а лицевую часть одежды смазать мыльным раствором. Подложите под загрязнение ткань или бумагу. Стирайте мазутное пятно от края к середине, чтобы не допустить расползания грязи. Обязательно работайте в перчатках с агрессивными моющими средствами. После снятия пятна из мазута все равно постирайте одежду в стиральной машине, чтобы не оставалось противного запаха. Средство для мытья посуды или автомобильный шампунь. Это самый легкий способ очистки. Если пятно успело засохнуть, то его надо размягчить с помощью маргарина. Затем втирайте автошампунь или средство для мытья посуды прямо в пятно и оставьте загрязнение на 40 минут. После застирайте вещь в стиральной машине жидким средством и прополоскайте два раза. Бензин или солярка. Берите только не заправочный бензин, а чистый из магазина хостоваров. Приготовьтесь долго оттирать ваткой и постирать в машинке после. Ароматическое масло. У меня вот есть эфирное масло эвкалипта, которое меня выручает в случае небольших загрязнений. Я беру ватный диск, погружаю его в масло и протираю пятно, пока оно не исчезнет. Тулуол. Это очень токсичное средство. И берите его в самую-самую последнюю очередь, когда уже перепробовали вообще всевозможные способы. Очищайте мазутные пятна в хорошо проветриваемой комнате в перчатках и маске. Я беру уайт спирит и методично оттираю массовые загрязнения ветошью. Главное делать это быстро. И лучше всего на улице. Белая глина и крахмал. Этот деликатный способ очищения поможет, если изделие тонкое, светлое и легко рвется. Здесь пятно из мазута промакивается до полного исчезновения кашицы в ватном диске. Внутри него помещается растолченная глина и крахмал 50 на 50, смоченный в теплой воде.